Приветствую всех на моем канале Паня-эмигрантка. Меня зовут Жана. Давно хотела поднять тему, такую деликатную тему, и никак не могла решиться. Вот, наконец, решилась. Можно сказать, это ответы на некоторые негативные комментарии и мнения вообще для тех, таких как я, иммигрантов. Будь то со стороны украинцев, будь то со стороны поляков. Ну и слава богу, естественно, и, конечно, спасибо, что мой канал окружают позитивные люди. И очень мало таких комментариев было, буквально пару штук. Но как бы то мне было, хотела бы ответить на такие комментарии. Если они мне сильно не нравились, то я их удаляла и пользователя заблокировала, потому что не хочу я просто это видеть. Но, тем не менее, я имею это в виду и вот хочу об этом поговорить. В первую очередь, это отвечу нашим согражданам. Есть люди, которые пишут о том, что вот мы, украинцы, покидаем свою страну, покидаем свою родину, и из-за этого все так плохо в нашей стране, и из-за этого рушится государство и тому подобное. Я не буду вообще открывать вопрос политики, просто отвечу своим мировоззрением, своим мнением. У каждого есть свое мнение. Кто-то считает, что нужно просидеть всю жизнь в своем городе, в своей стране, в своем доме и не вылазить оттуда. Кто-то считает, что нужно обязательно весь мир увидеть. У каждого есть свое мнение, правильно? И нам дана жизнь для того, чтобы мы жили так, как хотим. И я, допустим, не понимаю тех людей, которые не выходят из дому всю жизнь, не выезжая за пределы страны, не говоря уже за пределы города. Но я ни в коем случае не буду критиковать этих людей. Это ваше мнение, живите как хотите. Был у меня коллега, у которого жена и дочка путешествовали по всему миру, а он считал, что свои заработанные деньги нужно оставлять в своей стране, тем более в нашей стране есть что посмотреть. Можно и в горы съездить, и на море отдохнуть. Зачем ездить куда-то за границу? Это его мнение, хотя у него же в семье, его же жена, она объездила уже полмира. Но никто не будет скорее, я ни в коем случае не буду критиковать. Просто я этого не понимаю, да, но критиковать я не буду. И так же самое у меня есть мнение, таких как я тоже очень много, что я считаю, что мы родились на такой большой планете Земля, и на ней есть около 200 стран, и почему бы не посетить хотя бы часть из них? Потому что за всю жизнь, конечно, все не успеем посмотреть. Хотя хотелось бы. И поэтому я вполне имею право пожить 5 лет в одной стране, 5 лет в другой, и так всю жизнь хоть кочевничать, да, но нет запрета на это, правильно? Почему? Зачем тогда комментировать? Зачем тогда оставлять вот свой негативный отзыв для вообще, в принципе, для эмигрантов? Ну, я считаю, что это глупо. Имейте свое мнение, держите его по себе, в плане того, что не критикуйте других. Не понимаете вы этого, но не критикуйте, пожалуйста. Ну, и так же самое есть и поляки, конечно, которые недоброжелательно относятся к нам, украинцам. Ну, именно вот очно я с такими не знакома, честно скажу. Вот в комментариях было пару, конечно, таких человек. И давайте не забывать о том, что все эмигрируют. В каждой стране есть эмиграция. В каждой стране кто-то выезжает в лучшую жизнь. И вы, даже поляки, да, это не секрет, то, что выезжаете очень много в Великобританию. Ну, кто в Германию, Голландию, как я знаю, но очень много поляков работает в Великобритании. Ну, пожалуйста, едете туда, куда хотите. Так же, как и мы приехали для лучшей жизни, наверное. И я всегда, наверное, советую тем, кто выезжает из той же Польши, пусть к вам там относятся так, как вы относитесь к нам здесь, к эмигрантам. И, например, вот у меня тоже, тут уже в Варшайбе у меня была девочка-стоматолог, которую я очень полюбила уже, такая очень хорошая девочка была. И она, ну, очень хорошо ко мне относилась. И если у меня там возникали вопросы, и я не понимала, допустим, на польском языке в коммуникации у нас были проблемы, она мне всегда помогала, поддерживала, как-то пыталась мне объяснить, чтобы я это поняла. И в какой-то момент она вдруг, ну, у нее парень, ему работу в Великобритании предложили, и они, соответственно, переезжают, переехали в Великобританию. И она так переживала, вот, ой, я так переживаю, как там к нам будут относиться. Я ей вот на последнем визите, я ей сказала, что вот так как вы относились ко мне тут, к эмигрантке, так и вас, к вам будут там относиться. Хорошо, поэтому не переживайте. Ну, поддержала ее так же, как она меня тут уже поддержала. Поэтому давайте жить дружно. Все мы люди, все мы одинаковые. Мало того, что мы вообще с вами славяне, у нас одна тоже немного история есть. Да, даже вот, казалось бы, да, у нас есть граница с вами, да, рядом. И у нас, украинцев, очень много бабушек, дедушек, поляков, потому что территории когда-то вообще переплетались. Как моя бабушка говорит, что когда-то на территории ее города проходила граница польская, между прочим. Ну вот, у нас вообще, у моего мужа, если бы мы подняли архив, то у нас по его папой линии и также самое по его мамой линии есть поляки. И мы могли бы, в принципе, даже карту поляка оформить. Но документы все утеряны, архивы поднимать было очень тяжело. Это какое-то там дальнее поколение. Но, тем не менее, считайте, что кровь где-то есть. Ну и в обратном стороне, у меня в садике на работе у девочки фамилия украинская. Но она полька. И я у нее спрашиваю, у тебя кто-то из родственников в Украине живет? Ну, она не знает. Поговорила я с папой, а папа говорит, я сам вообще с города какого-то, граничащего с Украиной и говорит, у меня когда-то бабушка была украинкой. Ну, то есть палка двух концов. И там, и там все мы где-то перемешаны. Если поднять, наверное, каждого человека историю, то, может быть, где-то микс был еще в дальних поколениях у каждого. Вот. Дальше какую тему хотела бы... Ага. Почему я говорю на русском языке? Очень многих это волнует. Ну, в первую очередь, наверное, на поляков. Потому что даже моя начальница, помню, я когда пришла, она говорит, ты же с Украины, почему ты на русском говоришь? Ну, возьмите, поднимите историю. Посмотрите, у нас был Советский Союз, и Москва была столицей этому. Опять же, не понимаю я вообще политику, не хочу это обсуждать. Но исторически так сложилось, что все страны постсоветского пространства разговаривают на русском языке. Поедьте вы... И то, Украина, украинский язык похож на русский язык. Белорусский язык похож на русский язык. И мы разговариваем как бы и так, и так. Тут ничего удивительного. Но есть такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Азербайджан, Армения. Там вообще языки не похожи на русский. Совершенно другие языки. Тем не менее, они разговаривают на русском языке. И их же критиковать никто вдруг не стал. Хотя, может быть, и тоже их критикуют. Ну, неважно, зачем критика на этот вопрос, если у нас в стране два официальных языка. Почему бы... Почему мы... Должная правда... Почему мы разговариваем на том или на другом языке. В Швейцарии там шесть языков или сколько официальных. В Голландии я знаю тоже много официальных. Очень много стран, где много разных вообще. Не то, что это какие-то там диалекты, а разных, абсолютно разных языков. И они имеют право разговаривать на каком хочешь языке. Я могу разговаривать на украинском языке тоже. Ну, я с такого города... У нас разговаривают на русском языке. И так мы привыкли. Когда я к бабушке приезжаю в свои ясни, на украинском языке я разговариваю. Вот. И даже, опять же, взять мой же город в Одессе. Сколько у нас иностранцев. У нас больше молдаван в Одессе, чем вместе взятых украинцев тут в Польше сейчас. В нашем городе и болгары живут. И армяне вообще... Целая диаспора армянская, грузины. Это вообще до такой степени мультинациональный какой-то город. И все мы искренне гордимся даже этим. Мы никого не насмеивались, не враждовали. Абсолютно нормально. Мы знаем, что мы придем на базар. И там персики будут продавать грузин. И самые вкусные персики будут у него. Все наши строительные работы лучше всего выполняют молдаване. Грузинское вино самое... Ой, грузинское, не грузинское, а молдавское вино у нас в Одессе тоже считается одной из самых лучших. Ну, то есть, мы принимаем всех. У нас город открытый для всех. И поэтому, наверное, у нас такой менталитет, что мы едины во всем мире. Давайте еще раз говорю, дружить дружно. Жить дружно. Так, и последний вопрос, который я хотела обсудить, это есть поляки, которые писали мне о том, что мы приезжаем и сидим на их шее. Но это очень смешно на самом деле, потому что не забывайте о том, что мы здесь платим налоги. Мы тут работаем официально. Я говорю за себя. Может быть, есть люди, которые работают неофициально. Мы говорим за нашу ситуацию. Мы работаем официально. Мы платим эти налоги. Не увиляем вообще абсолютно. То есть, только сколько зарабатываем, официально мы это все получаем, и столько же платим этих налогов. Мы эти же все наши деньги, весь наш заработок, который мы получаем, мы оставляем тут. Мы не пересылаем ничего в Украину. Мы полностью все их тратим здесь. Мы платим за квартиру, мы платим за интернет, мы покупаем продукты, мы покупаем одежду. Мы все эти же деньги, которые мы здесь зарабатываем, мы оставляем в этой же стране. Не говоря уже о том, что мы еще платим эти налоги. Государство, правильно? Дальше, мало того, лично нашей ситуации касающейся, мы в Одессе сдаем свою квартиру, и эти деньги, которые мы получаем за аренду, мы получаем их здесь и тратим их тоже здесь. То есть, мы еще и в плюс тут экономику поднимаем, можно так сказать. И поэтому, ну, несправедливо говорить, что мы приезжаем и живем на шее. Да, может быть, мне кто-то скажет, что я приехала, недолго поработала, пошла в декрет, делала практически всю беременность в декрете. Но сколько я тут отсижу? Я потом еще выйду на работу, еще до, сколько, до 65 лет на пенсию, да, мне еще, ого-го, работать и налогов платить. Не переживайте, все, отдам. Вот, и... Ну, в общем, поэтому несправедливо как-то так это говорить. Мы законопослушные гражданины. Мы не увиляем от закона и выполняем, естественно, в каждой стране есть свои правила, свои для иностранцев. Но, тем не менее, я считаю, что каждая страна открыта для иностранцев. И мы выполняем все требования, все правила. Я вот, знаете, уважаю тех поляков, которые... Еще как только я открыла свой канал и рассказывала о том, что мы сюда переехали, и мне поляки писали. Да, это немножечко с сарказмом было сказано, но в этом есть правда. И молодцы. Я тогда говорю, о, правильно, что такое пишут. Писали... О, правильно, приезжайте, приезжайте, украинцы, к нам, поднимайте нам экономику и тратьте свои деньги здесь. Это сарказм тут был, конечно, но это правда. И это умный, умный поляк такое скажет, что действительно мы приезжаем, мы не грабим тут никого, мы работаем. И, можно сказать, мы поднимаем тут какую-то экономику. Наша сила тут менее оплачиваемая, чем поляк на такую работу не пойдет. Поляк не пойдет на такую зарплату. И все мы это прекрасно понимаем. Поэтому, ну, умные люди, наверное, может быть, скажут еще и спасибо, что мы приезжаем. Я уверена, что сейчас посыпется столько комментариев. Сразу говорю, что сильно небольшой конкретный негатив я буду сразу удалять и блокировать этого пользователя. А надеюсь на понимание вообще. И я просто высказала свое личное мнение. Опять же, у каждого есть это мнение. Я его не навязываю, я его просто высказываю, свое мнение. И, может быть, кто-то задумается, а может быть, кто-то посмеется над этим. Нет, это ваше право. Так же само реагирует на мое мнение. Только я никому в огород лично не лезу. И, пожалуйста, тоже будьте как-то лояльны ко мне. Все. Всем пока. Удачи. Продолжение следует.